Четыре года обучения и никакого документа о высшем образовании. В непростой ситуации оказались выпускники Института международной экономики при Университете путей сообщения. Аккредитация не получена, а значит и дипломов студенты, окончившие обучение, получить не могут. В руководстве вуза призывают бакалавров не беспокоиться и обещают решить вопрос. Данила Выжевский с подробностями. Ангелина Крикунова заканчивает четвертый курс. Сегодня у нее была защита диплома. Хотя в своих знаниях студентка не сомневается, вероятность того, что диплом она не получит, все-таки есть. ГОСа мы еще сдали до аккредитации. Вот возникало то, что проблема защитить диплом. Мы сейчас защищаем его, я уже защитила, но мы ждем результаты из Рособорнадзора. Какой будет вердикт? Ну если ректор сказал, что нам выдадут дипломы гособразца, мы будем надеяться, мы ждем ответа. И пока одни студенты еще надеются, другие после общения с ректором уже готовятся к более радикальным мерам. Когда мы начали спрашивать непосредственно, дает ли он нам гарантию, что мы получим в дальнейшем диплом государственного образца, речь идет именно о государственном образце, он сказал, что да, получим, но у универа уже сейчас нет аккредитации. То есть они уже ее лишились и как они хотят это сделать, то есть подробную информацию он нам пояснить не смог. В дальнейшем, конечно, мы будем обращаться уже в высшие органы, это прокуратура, суд, то есть и будем добиваться правды. В ректорате пояснили, аккредитацию не прошли лишь некоторые специальности Института менеджмента экономики. Тем не менее студенты могут продолжать ходить на пары, ведь лицензию на образовательную деятельность университета никто не отнимал. Руководство вуза уверяет, студентов без дипломов не оставят, в крайнем случае помогут с переводом в другое высшее учебное заведение. Мы сейчас взаимодействуем с Рособорнадзором в плане решения задачи все-таки осуществить выпуск и дать возможность студентам защитить свои выпускные и квалификационные работы у нас в университете и получить диплом государственного образца. Значит, устное вот такое как бы согласие на это получено, но мы, естественно, ждем письменного подтверждения и ожидаем этого письменного подтверждения в ближайшее время. К решению вопроса подключились уже и представители законодательной власти. Депутат Государственной думы о Томской области Олег Смолин посоветовал выпускникам не принимать преждевременных решений. Сегодня мною будет направлено обращение в адрес заместителя руководителя Рособорнадзора Татьяны Александровны Наумовой по поводу ситуации в Омском государственном институте путей сообщения. Предварительно ее устный ответ гласит, что ВУЗ вправе до 11 июня выпустить студентов и вручить им дипломы государственного образца. Официальный ответ, надеюсь, получим в ближайшее время. К слову, каждый студент вправе перевестись в другой университет, но не стоит забывать, что при этом придется сдать все экзамены, предусмотренные академической разницей. Данила Вожевский, Александр Лысак. Новости здесь. Омск.